Если страховая мало выплатила по ОСАГО, что в таком случае делать, как получить больше денег? Об этом в этом видео. В прошлом видео мы обговорили тему, что делать, если страховая оказалась банкротом. И куда нужно обращаться? Видео по ссылочке. В этом видео мы поговорим о том, как же получить больше денег от страховой компании. Если вы попали в ДТП, естественно, вы обращаетесь к страховой компании виновника в ДТП. И страховая компания сразу же вызывает своего комиссара, высылает его для того, чтобы провести осмотр автомобиля и те повреждения, которые были нанесены. Они делают оценку и всегда применяют коэффициент, установленный по законодательству Украины. Да, сейчас мы говорим о законодательстве Украины. И есть норма в законе Украины, которая говорит о том, что нужно применять именно коэффициент изнашенности автомобиля. По ссылочке вы можете посмотреть. И под видео также я размещу эту ссылочку на этот закон. И, конечно же, никому не нравится, что страховая компания в таком случае не возмещает ваши прямые убытки. Что такое прямые убытки? Это когда вы пошли, отремонтировали на официальном СТО свой автомобиль. И у вас есть калькуляция, где расписано, сколько потрачено на ремонтные работы. Заменены очень много деталей, возможно, на новые. И, соответственно, страховая не собирается оплачивать вам стоимость ваших новых деталей. Они считают это по коэффициенту. И получается, что вы платите намного больше, чем вам выплачивать страховая. Выходит, что страховая мало выплатила по ОСАГО. Поэтому вы имеете право обратиться к виновнику в судебном порядке для того, чтобы возместить ту разницу, которую возместила страховая компания. Вот почему еще нужно всегда выбирать страховую компанию как для себя. Потому что не каждая страховая компания просчитывает достаточно объективные затраты и компенсирует практически все убытки, которые были нанесены таким ДТП. Итак, если вы уже отремонтировали автомобиль и у вас есть уже калькуляция всех ваших затрат, то, конечно же, вы можете обратиться к виновнику, вы обращаетесь к виновнику. А у виновника, в свою очередь, в таком случае возникает право получить ваши старые детали. Да, он будет вам оплачивать стоимость ваших новых деталей. Но при этом он будет иметь возможность и право требовать у вас дать, вернуть, не вернуть даже, предоставить ему эти старые детали. Потому что так предусмотрено законодательством и так говорит нам нынешняя судебная практика. Итак, мы определили, что страховая компания оплачивает только то, что предусмотрено законодательством. А всю остальную сумму вы можете взыскать с виновником. Так говорит судебная практика. И также вы включаете в сумму требований от виновника еще и моральный ущерб. И фактически ваши затраты, понесенные вынужденно, в связи с тем, что у вас не было возможности использовать автомобиль для целей и пользы вашей семьи. Если у вас есть такая ситуация и вам нужна помощь адвоката, я, конечно же, смогу вам в этом помочь. В следующих видео мы рассмотрим вопрос, как все-таки выбрать страховую компанию, которая поможет вам максимально избежать дополнительных затрат и будет для вас самым лучшим вариантом. Оставайтесь на этом канале, подписывайтесь, пусть ваши семьи и бизнес преуспевают. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!